Девушки отдыхают Если ты подумаешь, первое, что приходит на ум, от чего Бог исцелял, слепые, немые, глухие, слепые видят, хромые ходят, глухие начинают слышать. И Иисус говорит о слепоте и говорит о глухоте не только в физическом плане, когда Иисус исцеляет людей, что они могут видеть физически, как мы сегодня слышали по свидетельству, девочка. Действительно, Бог ее исцелил от слабослышания, чудеса происходят. Но Иисус, Он подчеркивает, Он говорит не только о физическом видении и слышании, но и о духовном. Может быть, именно поэтому в Библии это зафиксировано и немного, по-моему, немного выделяются эти чудеса с глухотой и слепотой. Он говорит, слепые дают, показывают дорогу слепым. Иисус говорит, у вас есть уши, но вы не слышите, у вас есть глаза, но вы не видите, потому что сердца ваши закрыты. Они не видят, они не слышат, и они закрыли свои уши, свои глаза закрыли, не видят, не слышат и не возвращаются к Богу. И это проходит через все Евангелие. Сегодня я хочу говорить именно о видении, о видении. Если человек слепой физически, это не самая большая проблема. Да, это проблема, но это не самая большая проблема. Это далеко не самая большая проблема. Самая большая проблема — это неспособность видеть духовно. Неспособность видеть. Видение, то, что ты видишь, своими внутренними духовными глазами, Чтобы не слишком усложнять это все, я это понял уже достаточно давно, и поэтому я могу просто преподнести вещи. Если мы чисто из Библии будем говорить теологически, разными терминами, духовными глазами, где находятся мои духовные глаза? Это третий глаз может быть какой-нибудь? Где это находится? Подобно как это из моей жизни. Когда к Богу я пришел, я в капелле сидел и смотрел на крест. И речь идет о видении, о смотрении. Потому что Бог проговорил ко мне и сказал, смотри на крест, смотри на крест. В Библии, фактически это написано в Библии, смотри на крест. Я ехал сегодня в служении из Лыгатна в Ригу, и в машине я слушал христианское радио, и там тоже песня. Смотри только на крест. И я смотрел на крест. Я сидел в этой капельном, рачленный свыше христианин, только-только смотрел на крест. И я думаю, что со стороны эта страна выглядела. Остальные так более свободно вели себя. Вот человек сидит, пастор тут проповедует, а я только на крест. Бог мне сказал. Не Бог сказал смотреть на крест. И только через какое-то время я понял, что смотреть на крест, это не значит так просто вылупиться на крест. Или носить крестик. Это нечто другое. Точно так же, как меня смущало раньше открыть свое сердце Богу. Открыть. И на английском языке, я сотни раз это слышал, на русском языке, на латышском языке. Открой свое сердце, открой свое сердце. И у меня был вопрос, как открыть свое сердце. Я уже открыл свое сердце, но я не понимал, что еще они хотят. Что еще хотят, когда говорят, открой свое сердце. И я часто касался этого вопроса, он все еще актуален. Каждый день актуален, но как открыть сердце? Поэтому я уже начал тему, что я буду говорить простыми словами. Это твое воображение. Очень просто. Слово фантазии. Для всех понятно фантазия. Каждый, кто здесь, вы понимаете, знаете, что такое фантазия. Нет? Они сами по себе появляются? Или все-таки ты фантазируешь? Ты контролируешь свою голову. О чем ты фантазируешь? Что ты фантазируешь? Что ты думаешь? Как ты думаешь? Что ты видишь? Что ты видишь? И то, что ты видишь в своем воображении, в большой мере, это зависит от того, на что ты смотришь в повседневной жизни. На что ты обращаешь свое внимание. И поэтому в свои первые недели, когда я только встретился с Богом, я думаю, что это не так уж и плохо было просто смотреть на крест, деревянный крест. Для меня в то время это было очень хорошо. Сегодня я понял, что недостаточно только смотреть на крест. Я должен видеть воображение, что Бог для меня сделал на кресте. Я должен видеть себя таким, какой я есть. Ибо кто во Христе, тут новое творение, древнее прошло, теперь все новое. Нужно смотреть на себя, как на такого, как он меня видит через жертву своего сына. Новый человек, новое творение, новое мышление. Я должен думать о себе, должен думать о людях, о своих ближних, об обстоятельствах, о разных процессах, думать так, как думает он, что я вижу. И воображение – это способ, как мы видим. То, что мы кладем перед своими глазами в повседневной жизни, это влияет на наше внутреннее осмотрение, видение. Но мы сами решаем, какие образы мы придерживаем, удерживаем, а которые выбрасываем. Что думать, а что не думать, что воображать, а что не воображать. И это очень сильное Божье оружие. Знаешь, после жертвы Христа, это самое главное, это центр Библии. Жертва Христа, новое творение, следующее, по-моему, это способность видеть. Ты скажешь, наверное, вера. Не будет видения, не будет и веры. Вера – это видение, это очень связано между собой. Я спросил на книжном столике, чтобы мне дали книжку «Ёнгичо. Четвертая деменция». И ее там нет. Мне принесли вот эту. «Болитва. Ключ к пробуждению. Доктор Ёнгичо». Я думаю, что в этой книге тоже есть немного из четвертой деменции. А что такое четвертая деменция? Что такое ключ к пробуждению? «Молитва. Ключ к пробуждению». Но именно в книге четвертая деменция немного детальнее и яснее показывается, что такое молитва. Молитва – это только «Отче наш» или «Просьба у Бога то, чего ты хочешь», или все-таки это же нечто большее. Ёнгичо, который в мире самой большой церкви, он был пастором самой большой церкви, которая была самой большой церковью. Сейчас я смотрю, что в Африке уже и Бог больше есть церкви. Но в Южной Корее, это была одна из самых больших церквей в Сеуле, и он был там пастором. И он в своих книгах четко пишет, практически во всех. Он упоминает одни и те же нюансы. И у него немного книг, но они есть, 10, как минимум. И он, я вижу в его книгах, что его ключ – это именно четвертая деменция. Это то, что ты можешь видеть в духе, что ты можешь вообразить, на чём ты можешь концентрироваться в своём воображении, длительно концентрироваться, не устраняя внимания. Это имеет огромнейшую силу притяжения. Огромнейшую, друзья, видение, визия имеет огромную силу притяжения. То, что ты видишь, это выражает всё. Ясно, что недостаточно только видеть. Но видение – это основа. Естественно, планирование, стратегия, работа в направлении своего видения. Но именно это видение, это даёт желание тебе работать. Именно видение даёт соответствующих людей обстоятельства, притягивает, которые помогают тебе выйти и достичь желаемого. И происходят сверхъестественные чудеса. Потому что, друзья, это язык Духа Святого. Вот это – язык Духа Святого. Твоё воображение – это язык Духа Святого. И точно так же через воображение работает и сатана. И в твоей голове грязные мысли. Это очень сильно привлекает негативное. Это вызывает желания. Не божественные желания. И одно – это когда ты что-то видишь. А второе – когда ты берёшь это и видишь в Духе. Там много чего можно видеть. Мы живём в мире. Это нормально. Мы видим вокруг многое, чего бы не хотелось бы на что смотреть. Это не важно. Важно, что ты видишь в Духе, в своём воображении, в своих фантазиях, на чём ты концентрируешься. Друзья, это молитва. Скажи молитва. Это молитва. Молитва – это не только чтение молитв. Это нечто большее. Это видение. И именно это видение выражает всё. Боже, благослови Латвию. Боже, благослови Латвию. Молитва Бауманиса Карлиса, которая исходит из муравских церквей, от братских церквей. Он написал эту песню, гимн Латвии. Боже, благослови Латвию. Наша страна, она не была возможна без Божьей помощи. Автор нашей страны, друзья, Бог. И если есть страны, которые не могут этим погордиться, как они созданы, как создавались. Ну, конечно, как какая. Но Латвия, она напрямую исходит от видения Божьего. Когда в XVIII веке в Латвию приехали муравские церкви, миссионеры из муравских церквей, они научились, они и говорили на немецком языке, но они выучили латышский язык. И они были вместе с крестьянами латвийскими, с простым народом. Это были времена, когда латыш был имуществом фактически крепостным. Когда народ Латвии начал себя осознавать впервые как единое целое. Латвийская территория, на сегодняшней территории, у нас не было своей страны. И этот первый импульс исходил именно из этих братских церквей. Из братских церквей. У нас есть своя страна. И у меня есть видение. У меня есть видение. Я всегда это буду повторять здесь, потому что это самое главное. Видение, друзья. Видение – это самое главное. Кто знает, какая последняя часть домашней группы? Умники. Умники. Видение. Сколько минут? Сколько минут? 15-20 минут. У нас вообще 2 часа группы. 2 часа группы. И 20 минут почти что. Из них – это видение. И планирование в соответствии с видением. Почему так много уделяется времени именно для видения? И как в каждой группе используют это время? Такая и есть эта домашняя группа. Я даже скажу так. Даже не молитва в группе. Время молитвы. Есть ломка льда. Разбор проповедей. Все части, конечно, важны. Божье слово. Это центры группы. В любом случае. Но все-таки, если нет этой заключительной части, 15-20 минутной, если нет видения, если это время неполноценно используется, в этой группе люди не могут полноценно расти, и эта группа не может полноценно развиваться. Потому что эта группа не видит. Поэтому Иисус и говорит, у вас есть глаза, а вы не видите. В том-то и есть проблема. А для того, чтобы видеть, это не что-то такое. Ну, я буду видеть сны, и тогда буду видеть. Если не буду видеть сны, то не буду видеть. Это нечто такое, в чем ты должен употребить свою энергию. Скажи своему соседу, и пользуйся своей энергией. Нужно употреблять свою энергию. Нужно стараться, чтобы видеть. И для этого нужно постараться. Для этого нужно постараться, чтобы видеть. Нужно пользоваться разными вспомогательными средствами. Что ты кладешь перед своими глазами, чтобы тебе было проще, чтобы было проще запомнить. Потом воображать. Желаемый результат. Это молитва. Это четвертое измерение. Желаемый результат. И не нужно недооценивать. Без видения нет надежды. Все великие достижения имели в основе видение. Все великие достижения, которые проходили через великое желание, это желание создавалось именно благодаря видению. В моем сердце, как я уже начал говорить, Богом благословенная Латвия. Я знаю историю Латвии. Я знаю автора Латвии. Спасибо тебе, Отец Небесный. Ты автор нашей страны. И те люди, которые основали эту страну. Наша конституция основана на христианских ценностях. Как бы они ни пытались обойти, но она на основе христианском. И именно это видение. Ты думаешь, ну, у меня есть видение, благословенное Богом Латвии. Ты понимаешь, что ты здесь только потому, что у меня есть это видение. Только это видение. Богом благословенной Латвии. Ни один спасенный человек. Почему здесь ни одна маленькая группа? Мы начали церковь Христос Миру в 2007 году в Риге. В больнице Битернеке в Капелле 5-6-7 человек. Не помню, сколько это было. Может, 10. В больнице Битернеке в Капелле Рижская церковь Христос Миру началась там. И какое-то время мы там собирались, потом арендовали помещение, начали служение в отеле Маритим сейчас в Агенскалнсе. Это другая. Другой отель. И он находится там рядом с памятником не свободы, а победы. По всеми СМИ показывают, пропагандируют, популяризируют всеми возможными способами, чтобы нам было на что смотреть. Смотри туда. Смотри сюда. Это делают СМИ. Это делают СМИ. СМИ или политики, в руках которых, которые купили эти латвийские СМИ, они купили либеральные политические власти. Через СМИ они указывают. Ты? Тебе нельзя указать. Ты в Церкви Христос Мира. Но другим указывают. Почему мы такие неприятные для них? Потому что они говорят, смотри туда. А я говорю, нет, смотри на Иисуса. Они говорят, смотри сейчас вот туда, вот на этот памятник Победы. Сейчас смотри на войну в Украине. Сейчас смотри в больнице и статистику ковида. Смотри туда. Знаешь, пока этот ажиотаж у памятника Победы во втором чтении уже приняли. Суррогатный закон семей. Либеральные СМИ говорили ли они? Смотрите, вот сейчас мы принимаем этот закон, дискутируем, создавайте какое-то общественное анкетирование. Они что-то такое говорили? Нет, они говорили, смотрите на памятник. Там так много цветов, которые трактором сносят. Смотрите туда. И в то же время, фундаментально, важное для нашей страны, чтобы мы вообще могли существовать. Наша ценность, брак, семья, фундаментальные вещи. И они нигде не всплывают. Видишь? Как? Как политики, которые ты думаешь, о, мы христиане, мы будем молиться, у нас будет. Эти мирские политологи, психологи, которые создают это общественное мнение, они создают эту мысль не общественное. Через что? Через видение, которое ставят перед глазами. Как просто все. И люди в это верят. Слава Богу, что политическая сила, в которой я нахожусь, руководитель этой партии, Айнар Шлессерс, он имеет видение, он визионер. Визионер. И христианские ценности для него основа. Визионер. Сейчас уже автобусы начинают появляться, на которых есть лозунги компании для сбора подписей. Даже я там есть, лепайские автобусы, они по всей Латвии ездят, и там наши фото. Почему он это делает? Потому что он понимает, что молитва это не только «Боже, дай нам то-то, то-то». Молитва это поставить рекламу на автобусе. Задумывался ли ты об этом вообще? Вот молитва. они тебе, он дает видение. Человек ездил в автобусе, в Саудусе или где-то они остановились, и был обклеенный автобус нашей рекламой. Нужно понимать, что это общество Латвии на первом месте. Это не партия, это сбор подписей за семьи традиционные, но это важно, это связано и бабушки сзади говорят, бабушки говорят, нет, ну, посмотри, это Шлессер с командой, ну, ничего хорошего там не будет, но придется идти голосовать, потому что проголосую за Жданаку. Видите? Откуда это все? Откуда? Из этого автобуса. Из этой газетки. Латвия на первом. Латвия первая. Поддерживай традиционную естественную семью, подписывайся. Целая страница посвящена тому, как подписаться. Там все так четко расписано, что нужно быть недалеким, чтобы не понять. Целая страница о том, как подписаться на портале. Даже ваш пастор здесь где-то есть. где-то там внутри есть. Здесь вот тоже на первой странице я есть. Эти газетки доступны, можете брать, делить людям, раздавать людям. Это очень правильно. Это дает видение. Интересно, почему именно те предприниматели, почему Кока-Кола должна вообще делать рекламу? Кто не знает Кока-Колу? Они огромный бюджет, большую часть от дохода они тратят именно на рекламу. Почему? Они дают людям видение. Видение. Сегодня даже запрещено это пользоваться, что между кадрами есть скорость кадров и между кадрами один кадр есть, который даже не воспринимается глазами человека, но остается в подсознании. И это рекламный трюк, который запрещен. Скрытая реклама. Тебя вкладывают информацию, которую ты даже глазами не успеваешь увидеть, а в подсознании ты воспринимаешь. Это у тебя остается и ты даже не понимаешь, почему я об этом думаю. Видение. Богомлагословенная Латвия. Увидь это. Газеты. Мы взяли пять тысяч. Раздайте. Возьмите себе, раздавайте родственникам. Она хорошая. И нет никого, за кого еще голосовать. Больше нет. Если честно. Я видел комментарии вчера. Один из комментариев. Мне не нравятся многие личности в вашей партии. Альтернативы нет. придется идти и голосовать за вашу партию. Почему я говорю о политике? Даже не о политике, а о партии, часть которой мы являемся и которую наша церковь поддерживает. Потому что это только закономерность. Как я говорил, твое видение, это имеет огромную силу притяжения, как черная дыра. Если кто-то что-то читал о том, что такое черная дыра, это очень великая масса в маленькой кубатуре. Такая маленькая, маленький шарик. если мы ее здесь бросим, она пройдет через пол. Она может стягивать звезды, и эта черная дыра втягивает все в себя. Там такая гравитация, там такая сила притяжения, что даже кометы, планеты какие-то мимо летят, все втягивает в себя эта черная дыра. Интересное явление вообще. Бог создал такие интересные игрушки для себя. именно видение имеет огромную силу, огромную силу притяжения. И поэтому это видение, которое есть у меня, создало Церковь Христос миру. И это видение Бога благословенная Латвия. Ты смотрел, сам начал это видеть. Это твое видение. мы притягиваем. Эта партия это элементарный результат нашего видения, Потому что когда мы устроили молитвенное служение, собрание, три года подряд было, третий год уже в меньшем обороте. Но тем не менее, третий пункт там был голос в политике, христианские ценности в нашей стране. Удалось ли нам? Нет. Никто этого не хотел. Никто этого не хотел. Проходит год, звонит телефон, Айнарш Шлессерс услышал, увидел, что нужна партия с христианскими ценностями. Божьи пути неисповедимы. И это чудо, друзья, это чудо. Но это чудо можно объяснить. Это четвертое измерение. Мы это видели. И это большое молитвенное собрание, там тысячи, еще те, кто смотрели удаленно. Очень отличная была запись. Там все конфессии, все главы конфессии. Цели так были четко определены. Цели были перед глазами каждого. Первое это рост в церковь каждого, второе единая молитва и третье единый голос. Скажите, какой пастор может остаться в стороне? Кто может пройти мимо из пасторов? Это политика. Да, это политика. Потому что невозможно изменить, закрепить семейное определение без политики. Да, это политика. Есть ли пастора, которым не нравится политика? Почему он может пройти мимо? Кто может пройти мимо? По большому счету, никто не может пройти. Все должны прийти и принять участие. А кто этого достиг? Друзья, видение. Это видение. Видение. Визия. И в данном случае это была визия о христианской партии. Элементарный, обычный пример. мне непонятно. Кажется, что это чудо, но это можно объяснить на самом деле. Я это видел, и я это ставил перед глазами людей. Инна Сашлессера, она тоже была приглашена, и в это время она всегда уезжала за границу. Это был октябрь, когда мы молитвенное собрание устраивали, но она смотрела, она была в курсе, и она сказала Айнарсу, тебе нужен Марцис. Где она это взяла? Марц Сенсиц через молитвенное собрание поставил себя перед глазами. И у нее такое же видение, и у Айнарса такое же видение. и происходят великие вещи. На данный момент эта команда, которая выросла, друзья, если вы посмотрите, вот команда, которая стартует на голосовании, и одна из них Рамона Петровича. Рядом Раусне Миро, сын Леонгина из нашей церкви. Он также был у памятника свободы. Сейчас он вместе с нами в партии. Сколько голосов принесет Рамон и остальные? Ринголс Балодис. Где он? Ринголс Балодис. Человек, который запретом, он был экспертом о нашей церкви. Сейчас мы в одной команде. он единственный реальный специалист религиозных вещей, ученый в Латвии. Он с нами. Сейчас его можно приглашать как эксперта. И эта партия, она действительно набирает обороты. Я сам уже не успеваю за видение. Ты этот визионер. Всегда молились, тянули, идите, идите сюда, помогайте, помогайте, делайте, делайте. А сейчас все настолько набрало обороты, что меня уже тянут. Я уже начал думать, могу ли я это сделать. Меня уже тянут. Например, смотри, компания сбора подписей. следующая неделя я должен быть сегодня, я должен был быть в Цельсисе, по идее, но сегодня воскресенье. Это мои ценности. В воскресенье никакие акции. И Цельсис, он для меня так близко, 15 километров там. Понедельник. Якопилс. Во вторник. Мадонна. Среда. Прейли. Четверг. Следующая неделя. Краснова. Во вторник. Среду. Резекна. Четверг. Гулбен. Пятница. Алуксна. Потом понедельник. Лимбажи. Валмира. И кстати, в Риге, в Армянском парке. Третье июня. Третье июня. Туда собираемся все вместе. В те города, где есть конкретно если есть там домашние группы наши, то хорошо было бы, если бы вы туда пришли. Я буду в каждом из этих городов. Я реально не понимаю, как я это выдержу. Я не знаю. Посмотрим, как упаду, так упаду. Я должен видеть, что я стою. Я мы организовали пасторов на это мероприятие. Йоанта Гулбетт, Денис Пашкевич будут играть. Концерт такой на площадях городских и речи с целью собрать 155 тысяч подписей, чтобы возбудить референдум, чтобы закрепить 110-ю статью, что семья это мужчина и женщина и дети, чтобы закрепить. Потому что однажды уже закрепили, слишком мало, они снова что-то ищут. Другими словами, воображение это язык Духа Святого. Воображение это нечто материальное, когда Бог сказал и появилось. Бог сказал и случилось, явилось. Именно воображение это тот материал, который Бог берет и не из нуля, а именно из воображения твоей мысли Он берет и строит. И здесь действует не только божественный фактор, это человеческий твой личный фактор, твое воображение, само по себе, как я упомянул, и в негативном плане это может привлекать разные силы, чисто человеческий произойдет то, что ты хочешь, что ты видишь, к чему ты идешь, но там есть граница, где заканчивается воображение, и через твое воображение действует Бог. Это тот материал, на основе которой Он действует. Когда ты видишь то, что Он хочет, чтобы ты видел, тогда Он идет и строит. Поэтому то, что происходит сегодня в Латве, мы видим, что Бог действует во всем этом. Я читал об одном случае. Таких было тысячи, сотни тысяч, миллион таких случаев. Это повседневная жизнь, фактически. Есть одна женщина, которая... Автор книги пишет о своей соседке. Женщина, которая в детстве видела больного раком. Она была молодой и видела этого больного раком. И на нее это, видимо, он плохо, видимо, выглядел этот больной. И она так впечатлилась, что она начала буквально искать в себе симптомы. Она искала в себе симптомы. И он говорит, этот автор, человек, что он сам видел, автор этой книги, что он видел эту женщину, которая выросла, и она все время на левую руку, левую грудь ложила руку. Она настолько это воображала, увидела это уже в себе, что начинает болеть там, здесь. И этот рак, он неизбежно будет. Она и умерла от рака. Она умерла от того, от чего боялась. Это плод воображения. Этот рак, он появляется в воображении. Этот рак появляется в воображении. Почему нет лучшего варианта на каждой рекламе, которую приглашают, рекламу, которую приглашают проверяться к врачу. Да, это нормально, иди проверяйся, но не нужно бежать. Не ходите к бизнесменам или ветеринарам, но к этим врачам, которые действительно могут помочь. Но лично я видел так много шарлатанов. Действительно, шарлатанов. Врачей-шарлатанов, которые берут. Ты к одному сходишь. Я уже лет 50 не был у врачей. Окей, чуть меньше. Я пойду, если нужно будет. К зубным я хожу. К гигиенистам хожу. Если нужно, нужно идти, конечно. Нужно внимательно выбирать, к кому ты идешь, к какому врачу ты идешь. Если он какой-то действительно который ищет проблемы, чтобы выписать тебе лекарства, они тебе говорят, что вот у тебя потенциал, что может появиться вот так-то. У тебя такой-то анализ, такой-то риск. Ты выходишь из кабинета врача и не встал здоровья, а начинаешь больше болеть, потому что большинство болезней начинается в голове. Большинство болезней, да, есть вирусы и так далее, естественно, это вирус. Ты вдыхаешь, и он начинает тебе работать, развиваться. Это нечто другое. Разные инфекции ты получаешь, но и это фактически иногда проблема с головой. видение, друг, скажи видение. Аминь. Видение в соответствии с Божьим Словом. В соответствии с Божьим Словом. Это нечто, что я заново пережил. Это нечто, что я заново понял. Заново убедился, что видение имеет огромную силу, мощную силу. Видение, то, что ты видишь, про Якова. Яков. Авраам. Исаак. Яков. Визионеры. Несучие видение. Смотри на небеса, считай звезды. Сможешь ли ты их сосчитать? Столько же будет у тебя потомка. Иди в землю, которую я тебе покажу. Пройди ее вдоль и поперек, потому что я хочу ее тебе дать. В основе видения. Видение этих людей, наших патриархов, их основа, почему и мы, как церковь, здесь сегодня есть. Это их видение. Какое видение? То, которое им Бог преподнес. Сделаю вас великим народом. Сегодня нам очень просто. Идите и делайте учениками все народы. Божья воля, растущая церковь. Божья воля, Богом благословенные страны, которые основаны на божественных основах. И Латвия одна из них. Мы живем в Латвии, и мы должны заботиться о Латвии. И Яков купил у своего брата Исаала перворосло. Перворосло начало получить в наследство все, в том числе и власть, за видение в данном случае. Старший сын был Исаав. Но Исаав он это продал, уничтяжал это свое видение. Он потом продал свое видение за суп, а Яков с помощью своей мамы хитростью. Фактически Исаак был уже старым человеком, нехорошо видел. И вместо Исаава вошел Яков к отцу и получил благословение. И когда Исаав пришел, Яков сказал, нет. Яков хотел это видение, он это видел, он был визионером, а не Исаав. Поэтому не всегда те, кто думает о себе, что они нечто, но те, кто есть, не те, кто на должности поставлен. не должность делает тебя лидером, не должность. Это то, ради чего, из-за чего люди тебя почитают или учатся у тебя. Нет. И точно так же было и у Исаава и Якова. У Исаава не было этого видения, у него не было этого видения. И так и произошло. Да, с хитростью, но все-таки Яков унаследовал, произошел конфликт. И Яков по совету своей матери убежал в Мезопотамию, чтобы получить своей жены родственницу, дочь своей родственника матери, Клавану. Многие, наверное, читали это местописание, что он влюбился в Рахиль. ему дали старшую дочь в темноте, не знаю, как это получилось, но получилось. Он 7 лет прослужил за Рахиль, а ему дали на нее. Он еще 7 лет прослужил за Рахиль и 6 лет он прослужил за свою зарплату. Я хочу поговорить именно по поводу зарплаты. Лаван он десятки раз изменял эту зарплату Якова, оплату. Простыми словами, он реально использовал, обокрал, обманывал его. Но Яков, когда он понял, что он должен возвратиться в свою землю, он шел к Лавану, говорил об этой проблеме. И Лаван спрашивает, какую зарплату, оплату ты хочешь? Он говорит, ничего такого особенного. Отдели всех ярких овец, все, которые имеют какие-то пятнышки. а мне только белые. И потом те, которые родятся яркие, пятнистые, тогда все мои. Это будет моя зарплата. Фактически было невозможно, что у белых ягнят будут рождаться пятнистые. Это фактически невозможно. Достаточно невозможно, чтобы достаточно много родилось пятнистых ягнят. Лаван в очередной раз порадовался. Вау! Что сделал Яков? Он вырезал деревья, разных деревьев. Знаете, как полицейские палочки черно-белые? Он изготовил такие палочки, которые были похожи, как этот джезл полицейский черно-белые. и ягнята шли пить, и перед ними, и перед их глазами были эти столбики. И там, когда они пили, они смешивались с спариванием, и они смотрят на эти пятнистые столбики. и у них начали рождаться пятнистые ягнята. Это же обычные овцы. У них же нет никакого интеллекта, но у них рождались пятнистые дети. Я даже не знаю, будут ли они на небесах, но это другой вопрос. Это более низкая форма жизни. Человек от животного отличается тем, что у него есть дух. Душа, дух. У животного этого нет. возможности думать, способности думать. У нас есть интеллект. Мы по подобию Божьему рождены. Растения это еще более низкая степень. Это все рожденное Богом, но это не нечто такое особенное. И вот у них рождаются, представляете, у животного без интеллекта, без способности воображать. Какое там воображение? Но они смотрели, видишь, перед ними были эти деревяшки, они смотрели и рождались пятнистые огнята. И когда родились, Яков выбрал самых сильных пятнистых, он их между собой спаривал, и таким образом за 6 лет огромное огромное стадо ягнят. И он смотрит, у Лавана такое странное лицо, косое лицо, и все эти сыновья Лавана смотрят, им завидно. Я зачитаю Библию через какое-то мгновение, но Якову открылся Бог во сне и сказал вернись назад, вернись назад в свою землю. Пришло время. И как обычно он идет к своим женам, у него было две жены и еще служанки, у них было 12 сыновей уже, это отцы колен Израиля. Их было много, и Лаван не хотел их отпускать. И Лаван говорит, что я заметил, что ради тебя Бог меня благословил. Ради тебя Бог меня благословил. Почему из-за Иакова был благословен Лаван? Почему Иаков настолько из невыгодной сделки вышел в такой огромный плюс? И Иаков говорит, мало у тебя было, когда я пришел, теперь у тебя много, ты изменял мою зарплату, служил я за своих жен. И он пришел к своим женам и сказал, мы должны пойти назад, он смотрит, ваш отец смотрит на меня. И они согласились, представляете, обе жены были на стороне Иакова, а не на стороне отца. Приходит какой-то слуга, забирает обоих дочерей и посылает отца. Но смотри, самое главное, самое главное, что я хочу тебе сказать сегодня. Это было то, что я хотел сказать с самого начала, но не мог сказать, сейчас скажу. бытие 31,9 по 14 стих. Это разговор с Рахилью и И отнял Бог скот у отца вашего и дал мне. Во время, когда скот начинает, я взглянул и увидел во сне. Зафиксирую. Я увидел во сне. Я поднял свои глаза и увидел. И вот козлы, поднявшиеся на скот, пестрые, с крапинами и пятнами. Ангел Божий сказал мне во сне, Яков, возведи очи твои и посмотри. Здесь дважды упомянута. Открой свои глаза или подними свои глаза, смотри. Все козлы, поднявшиеся на скот, пестрые, с крепными и с пятнами, ибо я вижу все, что Лаван делает с тобой. Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возвел елей на памятнике, и где ты дал мне обед. Кто смотрел? Козлы? Овцы? Яков смотрел. И у козлов рождались пестрые с крапинами и пятнами. Яков смотрел. Яков сказал так. Он потихо потихо сбежал со всей своей семьей, с женами, с котом, и Лаван, с военными фактически. Бежал за ними солдатами. Он, наверное, хотел их убить, но все закончилось хорошо. И там был такой текст. Яков сказал, «Если у меня бы не было отец моего Авраама, моих отцов, ты бы меня вообще отпустил таким, какой я пришел». Но видите, Бог был с ним. А почему Бог был с ним? Потому что Яков был видевшим. Аминь. Потому что он был видевшим. Он даже постарался изготовить специальный визуальный материал, на который смотреть. Не ягнятам нужно смотреть, не овцам, а человеку, не животных. Наверное, там в основе были какие-то верования, что то, что видят те, кто беременны, то и рождается. Но это не относится к животному, к человеку. Вот, друг, сила видения, то, что он видел. И еще то же происшествие продолжается. Бытие 31 глава. Бытие 32 глава и 33 глава. Это последнее, что я буду говорить, и это мне нравится больше, даже, чем это происшествие с козлами, с животными. Яков приближался к той земле, где был Исаф. И он узнал, что Исаф, его брат, идет на встречу с большим войском. Понятная цель. Цель понятная. Исаф был его врагом. Его брат был его врагом. Что сделал Яков? Он отправился и пошел в молитву. Он всю ночь молился Богу. Там написано, что кто-то с ним боролся. Там очень странное местописание. Сложно. Никто до конца не может это объяснить. Но если проще к этому всему подойти, к контексту библейскому, там написано, что он боролся с Богом. Тот, кто боролся с Богом. Он боролся в молитве. Смотри. После того, как он сказал, я тебя не отпущу, пока ты меня не благословишь, Бог его благословил. Я тебя не отпущу, благослови, потом сказал, я видел Бога лицом к лицу и спас свою жизнь. Он еще не спас свою жизнь. Но он говорит, я видел Бога лицом к лицу и спас свою жизнь. Но Исаф только идет, а он еще в молитве. Исаф только еще идет, а он уже говорит, я уже спас свою жизнь. Я видел Бога лицом к лицу. И вот объяснение, чтобы было проще понять. Потом, когда была эта встреча, Исаф, вместо того, чтобы убить Иакова, чтобы ограбить его, он спустился со своего верблюда и обнимает Иакова, приглашает свою землю, и они примиряются. Человек идет с войной, он идет с армией, но вместо того, чтобы воевать, он принимается открытым сердцем и прощает. И смотри, ключевое местописание. Бытие 33.10. Бытие 33.10, запиши. Бытие 33.10. Иаков сказал Исау, Исаф не хотел брать дары. Животные, ослы, верблюды, брат ему дарил, он не хотел брать, он насильно буквально навязывал. И Иаков сказал, «Нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божие». Увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божие. И ты был благосклонен ко мне. Я увидел твое лицо, и в нем я как будто бы увидел Бога. Что же видел Иаков в молитвенной комнате? Моя версия следующая. В молитвенной комнате Иисус, Иаков увидел, что вместо того, чтобы бороться, Иаков представлял, он всю ночь молился Богу, и он интенсивно концентрировался, чтобы увидеть это происшествие, что вместо того, чтобы воевать, он спустится со своего коня и обнимет. Еще он будет отказываться от даров, но я скажу, «Нет, брат, я дарю тебе это все, бери мои дары». И я тебя не отпущу, пока ты меня не благословишь. Это бытие 32-31. И бытие 33-10 увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божие. То, что в реальности произошло, до этого Иаков увидел в своей комнате для молитвы. Но учитывая, что он был видящим, когда он брал эти столбы перед своим скотом, это же он видел. Это был метод, который использовал Иаков. Это был метод, который сам Бог ему научил. Смотри на звезды, считай, не можешь засчитать, вот столько у тебя будет потомков. В бытие оно полно. Там нужно считать, сколько местописаний есть. И Авраам, и Исаак, и Иаков. Подумай, какой сын родился у Иакова, который стал премьер-министром всех, всего Египта. И Иосиф, который был мечтателем с детства. Он был любимым сыном, который родился от Рахили. Рахили умерла. Остальные дети были от служанок и от Лии. Именно Иосиф родился от Рахили. Именно он научился, он получил, научился видеть Богом данное видение, Богом благословенную Латвию, мега-церковь, измененные жизни, здоровье, богатство, благополучие, вид в своей жизни. Воздаю громкую славу Богу. Что тут добавить? Аллилуйя. Сейчас мы будем внимательны к тому, что мы видим, что мы фантазируем, что представляем. сейчас мы будем стараться больше, чтобы видеть, представлять то видение, которое Бог дает. Как Бог дает видение? Это видение. Христос миру. Христос миру. Лидеры домашних групп на юбилей получили такой сувенир. Для кого-то это обычный сувенир. О, пастор подарил. Вообще классно. Я давно хотел такой. Там сверху наш символ. Но вообще-то там видение сверху. Там наше лого. Логотип. Когда эта церковь была начата, первое, что я делал, я уже много раз рассказывала, что некоторые люди сбежали прямо, когда это видели. Пастор. Это был в отеле еще, когда мы собирались. Маленький зал. Человек 40 там было на служениях. Заходили какие-то кадры, и пастор стоит у доски и рисует какую-то достижение, достигнуть, обучить, спасти. и все внутрь. Приходили и смотрели, и сбежали туда, увидев эту воронку, которую я рисовал. Люди просто не понимали, что я рисую самое главное. И Бог пришел во сне и потом вернул этих людей. Это самое главное. И начато было правильно церковь. В первую очередь через видение, которое я пытался передать тем, кто слушал. Кто-то пришел за чудесами, это все нормально. Мы молились за людей на служение. Но очень много, постоянно я учил о видении, о деталях. Ты знаешь, что нужно визуализировать не только Богом благословенную Латвию, но и то, тем, тем периодом, как ты это будешь делать. ты знаешь, как растет домашняя группа, ты знаешь, как люди приходят к Богу, когда ты видишь своего соседа, который сидит на пустом кресле, когда вы все, вся группа, видите спасенного этого человека, силенного, и освобожденного, когда вы его видите в вашей среде, перед тем, как он пришел, принес свою плоть, вы его видите, в его дух. Вы в духе приходите и берете его, привозите. Я же тоже сам по себе не пришел. Это была моя мама, которая молилась за меня. Молитва. В молитве. Хочешь, не хочешь, ты должен представлять себя. Если моя мама молилась за меня, она меня вспоминала, какой я, как я выгляжу. Если мама молится по мне, она же вспоминала. А, за кого-то надо было молиться. Я только так молюсь за людей. Если я должен вспомнить, если я молюсь за команду, например, у меня не то, чтобы у меня есть список, буквы. Ты с буквы, по буквам вспоминаешь людей. Знаешь, как я, на группе, где он сидит. Я за этого, за этого, за этого помолился. И если ты не приходишь на группу рабочую, тогда я тебя там не вижу. Тогда я не молюсь за тебя. Кто-то, может, там уже давно не был, но я его там помню, где он сидит в своем месте. Я его помню. Я прохожу через всех, за того-то, за этого-то помолился. Когда я вспоминаю этот образ, тогда вспоминаю имя, а не наоборот. У меня, наверное, все наоборот. Как у тебя? И сейчас одна важная вещь. Я это записал в начале, а скажу только сейчас. Вы все получите достижение. Достигните успех. Все. Все во всех сферах. Очень успешные. Все достигнете успеха. Я это понял. Я это просто понял в сердце. Я это почувствовал в молитве на этой неделе. Все, кто сидит здесь, слушает проповедь, в группах. В группах у всех будут достижения, успех. Все без исключения. Больше или меньше, но у всех. У каждого в своей сфере. Где он больше захочет, он достигнет успеха. И многие из вас достигнут очень большие достижения. Но очень важно не забывать видение. Почему мы достигаем эти успехи? Все, что делаете, делаете во славу Божию. Если это слава, только для тебя, если это благо только для тебя и твоей семьи, это не слава Божья. Это должно нести благо для благословенной Бога в Латвии, для роста церкви, группы. Аминь. Друзья, абсолютно все в голове. Абсолютно все в голове. Разные технические вещи, все в голове. Если человек говорит, я встречался с разными служителями, разными служениями. Если ты хочешь это, то нужно столько-то денег. Это неправда. Нужно для начала видение в голове, видеть то, что ты хочешь. И не нужно много денег. Деньги, они следуют. Например, видеослужение. Служителя видео вы не берите близко к сердцу. Я хочу сказать одну вещь. Речь шла о прямых эфирах. Точно так же, как мы делаем это, делаем передачи, никто не знает, как прямой эфир сделать с несколькими камерами. И если нужно это сделать, то там деньги, космос. Например, молитвенное собрание, там целая ТВА-аппаратура была аренда. Аренда ТВА-аппаратуры это стоило тысячи. А знаешь, в чем проблема? Не в тысячах. Не в автобусах, но в голове. Насколько ты можешь видеть, насколько ты можешь искать информацию, насколько ты можешь сам искать, работать и искать информацию, чтобы достигнуть того видения. Вчера я встретился с человеком. Он связан с видео, работает с видео. И он делает какие-то материалы. Вчера мы делали, снимали передачу одну, начали говорить, он не рассказывает все. У него так много в голове об этих видео, он рассказывает и рассказывает. И речь зашла о прямых эфирах. 900 евро. 900 евро. Бесплатная программа, к тому же. 900 евро. жесткий диск и прямой эфир с стольких камер, сколько хочешь. Вопрос, что у тебя в голове, нашел ли ты вариант. Исследовал ли ты, углубился, нашел ли варианты, искал ли ты их. Абсолютно все. Если у кого-то что-то не получается, проблемы в голове, друзья, я хочу тебя побудить, искать, искать, работать, пополнять свои знания. И никогда не пользуйся словом «невозможно». С Богом все возможно. Все возможно. Он мне даже прислал. Тут же можно заказать такая небольшая аппаратура, техника. У него есть знания. Он их нашел. Но они в голове. Ты уловил мысль? У него были эти знания. Он где-то их нашел. Их нужно искать. Если ты визионер, если у тебя есть высшая цель, то ты в своих ступенях к цели это видеть, прославление, неважно что. Ты найдешь нужную информацию, чтобы выполнить свою задачу. Аминь. Ты найдешь. И нужно видеть. А каждой мелочи да, видеослушателям. Видеослушателям нужно видеть каждую мелочь, где кто стоит и должен стоять. Каждую мелочь нужно видеть. Кто как, где происходит, где будет находиться. Это везде, во всем. Я как пастор в церкви, я тоже должен все видеть, как все будет выглядеть. Потому что все в первую очередь рождается в голове, потом в эмоции, в духе, закрепляется в подсознании, потом ведет сам Бог и делает. Если кто хочет принять Иисуса Христа как своего спасителя, то вы можете сделать это сейчас. если кто-то чувствует себя, что он не спасен. Если ты не познал Бога лично, если ты хочешь его принять сегодня, то ты можешь выйти сюда вперед, и Луиза поможет тебе молиться, молитвой покаяния. чтобы Иисус простил тебе все твои грехи, вошел в твое сердце и стал Господом твоей жизни. Так, кто-то выходит. Смело выходи сюда. Я помогу тебе молиться. Я буду говорить слова молитвы, которые ты сможешь повторить за мной. Но говори Богу, потому что он здесь, он живой, он слышит, он тебя очень любит. У него супер классный план для твоей жизни. И он очень рад, что ты сегодня пришел на служение, что ты можешь выйти сюда вперед. Говори ему да. Потому что единственный путь к Богу, к живому Богу, через Иисуса Христа. И первый шужок, когда ты говоришь ему, чтобы он простил тебе все твои грехи и вошел в твою жизнь. Итак, помолимся сейчас. Ты можешь закрыть глаза, чтобы было проще думать о молитве. И повторяй, повторяй громко за мной. Слова? Говори это Богу и думай о Нем. Итак, помолимся. Дорогой Отец Небесный, я прихожу к тебе в молитве. Я принимаю решение верить. Ты послал Своего Сына, Иисуса Христа, который воплотит человека, пришел сюда на землю. И который умер на кресте и заплатил за все мои грехи. Который три дня был в гробу. На третий день Он воскрес из мертвых. Сейчас Он принят на небеса, одесную тебя. И через Духа Святого Он здесь. Милый Кунг Сиеза. Дорогой Иисус Господь. Я признаю, что грешники сам себе не могу спасти. Тадо я просу прости мне все мои грехи. Иенач в мое сердце и стань Господом в моей жизни. Спасибо, что теперь все мои грехи прощены. Мне принадлежит обетование вечной жизни. И мой жизненный путь ведет на небеса. Спасибо тебе, Иисус Господь. Аминь. Аминь.